Девушки отдыхают Девушки отдыхают Правильно и вкусно Спрашивайте в магазинах Командор, Красный Яр, Поляна и ВСК Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне» Передача, в которой мы всегда готовим доступные, вкусные блюда Знаете, что я вот тут подумал? Наверное, все-таки времена наступают не сильно веселые Особенно не разбежишься в плане питания Но все-таки бывают случаи, когда надо как-то выкручиваться Да и вообще, лично я считаю, что как бы не было тяжело Но кушать надо всегда вкусно и красиво И вот наша сегодняшняя передача будет посвящена как раз Именно этой ситуации, когда вы Мы тоже ограничены несколько, допустим, в средствах и в продуктах Но нам необходимо приготовить, допустим, какой-то субботний или воскресный ужин Вы ждете гостей, да или просто для своей семьи Вот, и вот даже обратите внимание на мой стол Даже как-то неловко, у меня сегодня очень мало продуктов Но, знаете, по своему опыту мне повезло служить на флоте И я всегда пользовался довольно-таки скудным составом продуктов И мне удавалось из этого как-то выкрутиться И приготовить что-то наиболее интересное Вот сегодня и попробуем проэкспериментировать Итак, тема сегодняшней передачи Семейный ужин выходного дня Мы будем варить суп из белых грибов И приготовим открытый пирог со спаржей Странно звучит, но давайте посмотрим Вот она, спаржа Тут сразу, может быть, кто-то сразу подумает Ну, началось, да, вроде как бы обещалось доступных продуктов Какая-то спаржа непонятна Действительно, спаржа очень редко используется в нашем питании, в нашем рационе Причем зря На самом деле, это вполне доступный продукт Подается он в магазинах в виде вот в таком вот замороженном виде Компания Планет Витаминов поставляет ее круглый год И это недорого, друзья И мы из нее сделаем пирог Потому что, во-первых, это и красиво Это важно, да, то есть гости придут А у вас пирог со спаржей Это же довольно-таки необычно Но это еще и полезно Ну и, разумеется, вкусно Также мы приготовим суп И я себе позволил уже сделать некую заготовку Я уже варю бульон Смотрите, какой необычный цвет Бульон у меня варится, друзья, уже часа два с половиной И знаете, что я хочу сказать вам? Что на самом деле 80% успеха в приготовлении супа Это успешный бульон И вот несколько секретов Обратите внимание Здесь у меня, вы можете увидеть Вот такую некрасивую И буквально даже подгорелую морковь и лук Видите? Дело в том, что Когда мы овощи вот таким образом сжигаем Я прям в духовке на гриле сжег Они придают прекрасный цвет бульону Вы в этом сейчас убедились И, конечно же, аромат и вкус Смею вас уверить Никакого горелого вкуса тут нет И запаха А просто такой насыщенный овощной аромат Ну и хочу еще обратить внимание Вот еще чесночок И прошу обратить внимание еще на мясо, которое я взял Это дешевое мясо Это грудинка говяжья Она такая невзрачная Очень доступная И она у нас, друзья, я тоже ее достаю Она у нас пойдет в пирог И вообще хочу вам сказать, что Если печь пироги И пирожки в том числе Не обязательно До этого портить Какие-то хорошие отрубы Мясные Достаточно дешевого мяса Сварить Вот так у вас, во-первых, будет и бульон С которого вы легко сварите любой суп И Будет Прекрасная начинка То есть вот такое вареное мясо, допустим, для пирожков Можно просто пропустить уже готовое через мясорубку Добавить туда обжаренный лучок Какие-то овощи Зелень Яичко Перемешать Вот, собственно, начинка для пирожков у вас готова И все это весьма бюджетно Итак, я достал мясо Мне нужно, чтобы оно остыло Бульон я пока сдвину И поставлю Нагревать воду для того, чтобы припустить слегка спаржу И перейдем к пирогу Нам нужно сделать тесто Потому что, как правило, любая выпечка подразумевает его изготовление И делать мы будем снова Сегодня, друзья, тесто песочное Опять вы скажете Ну, началось Обещал, что все просто А на самом деле начинает нам тут песочное тесто показывать Друзья, я вас уверяю Что на самом деле Если соблюдать все пропорции То песочное тесто готовится легко А пропорции нужно соблюдать Двух главных ингредиентов Это сливочное масло и мука Мука должна быть Прежде всего хорошего помола Например, как мука высшего сорта Золотая меленка Сделана она из лучших сортов сибирской пшеницы Благодаря оптимальному помолу С ней удобно замешивать тесто И что очень важно сейчас Мука золотая меленка При отличном качестве Весьма доступна по цене Узнать ее вы сможете Вот по такой вот веселой скалке на упаковке Ну, а приобрести легко Во всех торговых сетях Кракасии И юга Красноярского края Итак, друзья, обратите внимание Я добавил разрыхлитель для теста Он все-таки нужен И посолил И сейчас добавляю Второй главный ингредиент Для песочного теста Это сливочное масло Сливочное масло должно быть хорошим, друзья 82% И вот сейчас запомните Соотношение продуктов Главных 300 грамм муки На 300 грамм муки Идет 100 грамм Сливочного масла То есть 1 к 3 Если будете это соблюдать То все у вас будет всегда получаться Более для этого пирога В песочное тесто Я ничего добавлять не буду Я обычно Некоторые добавляют Яйцо Или просто яичный желток Ну, если тесто сладкое Конечно же, сахарная пудра Ванилин и прочее Но мне Сегодня Этого не потребуется И вот смотрите Я масло Вот такими кубиками Переложил в муку Перемешал И сейчас начинаю Вот так его Раздавливать И растирать С мукой Чтобы у меня получилась Такая песочная крошка Вот смотрите Мне уже, в принципе Напоминает Песок Как на пляже В далекой Турции Первая стадия приготовления Песочного теста готова Смотрите Вот такой песочек у нас получается Сейчас нам нужно Все это вместе соединить С помощью обычной Очень холодной воды 50 грамм Не более И начинаем соединять Если с водой Переборщить, друзья То получится Тесто очень жесткое Итак, друзья Вот у меня тесто Мука Собралась В единый комочек Такое оно Тугое Но ничего страшного И его немедленно Нужно Убрать в холодильник Потому что сейчас От тепла рук От постоянного трения Масло Начинает таять Этого нужно Постараться избежать Поэтому в холодильник Где-то на полчаса Через полчаса Можно раскатывать И получается у нас Небольшая пауза Обязательно Оставайтесь с нами Во второй части передачи Мы уже Сварим суп И поставим пирог В духовку А ты знаешь Откуда мука? Вот смотри Это колос Это поле Это едет комбайнер Собирает он пшеницу Чтоб на мельницу везти Там пшеницу перемелет И получится мука А дальше? А дальше ты уже сама Мука Золотая меленка Хозяйке в помощь Семье на радость И это ты все сама? С тобой И золотой меленкой Спонсор программы Компания Планета витаминов Свежие ягоды Фрукты Овощи И грибы Из разных уголков планеты К вашему столу Здоровое питание В любое время года Планета витаминов Давайте питаться Правильно И вкусно Спрашивайте В магазинах Командор Красный Яр Поляна И ВСК Реклама Пролетела незаметно Это очень здорово Что вы Остаетесь нашей программой И так Напоминаю Что мы с вами Сегодня готовим Пирог И суп Из белых грибов Сделали заготовку Для пирога Изготовили Песочное тесто И теперь друзья Еще одна заготовка Нам нужно Слегка Припустить Спаржу Давайте Во-первых Посмотрим Как она выглядит Смотрите Какая прелесть Здесь уже Кстати Взяты Верхние Стебельки Которые Самые мягкие Самые нежные А нижняя Вот эта Более грубая часть Уже отломлена Это очень здорово Я помещаю Спаржу В подсоленную воду Я думаю Что где-то Вот столько Половину Такого пакетика Мне будет Достаточно А завтра На завтрак Я сделаю Омлетик С этой спаржой Будет прекрасно Накрываем крышкой И буквально Три минуты Ну и продолжим Заниматься пирогом Займемся Таким вот Делом Ручная работа Нужно разобрать Грудинку Мясо Очень хорошо Отстает Расщепляется Я не буду его резать Мне кажется Это кощунство Ну согласитесь Вот это вот Самое вкусное мясо Вкуснее Всякого филе Я помню В детстве Бабушка Когда варила суп Доставала Масол Такой И деду ставила Это было коронное блюдо И дед макал в соль И кушал С луком С черным хлебом Еще косточки-то Мозговые были Это просто прелесть Домашняя кухня Она великая Сильно мелко Друзья На волокна Не нужно разбирать Здорово Когда будут попадаться Прям кусочки мяса А не волокна Тогда это будет Напоминать уже тушенку И гости подумают Что вы Совсем уже Заэкономились И решили Накормить пирогом С тушенкой Ну вот Собственно все Хрящики Я добавлять не буду На один пирог Мне будет достаточно Столько мяса И возвращаемся К плите Вспоминаем Про спаржу Ее Главное Друзья Не передержать Смотрите Какая она Прекрасная Зеленая Как свежая Перекладываем В чашку И очень важно Сейчас друзья Залить спаржу Холодной водой Таким образом Мы сохраним Ее цвет Вот этот Великолепный Свежий И она Останется Хрустящей Ну а здесь Я передвину Сделаю Ракировку На моей плите Поставлю Нагреваться Сковородку Потому что Сейчас мы Продолжим делать Начинку Для пирога Я нарубаю Репчатый лук Кстати Вот тоже Одна из примет Того Что весна Скоро Что зима Уже где-то Посередине И идет Уже ближе К концу Это мелкий лук Понимаете Да Что сначала Мы выбираем Крупные луковицы Они естественно Заканчиваются И остается Уже такой Мелкий И это тоже Друзья Приятно Потому что Скоро весна Возьмем Немножко Укропчика И петрушки Свежей Дабы Освежить Вы же понимаете Что это будет Начинка Она тоже Должна быть Красивая То есть Пирог Получается Как бы Слоями Вот этот Слой Будет Самый Нижний Лук С мясом Обжаренный С мясом И зеленью А уже Сверху Будет Спаржа И еще Кое-что Итак Сковородочка Нагрелась Выкладываем Лук С зеленью Разумеется Я добавил Немножко Растительного Масла Сразу же Сюда Добавляем Мясо Это уже Очень вкусно Пахнет Чрезвычайно Просто Настоящая Домашняя Кухня Добавим Перчика Я Черного Перца Никогда Не жалею Поскольку Не считаю Его Острой Приправой Скорее Пахучей Душистой Перемешиваем Только Ни в коем Случай Друзья Не нужно Лук Поджаривать До какого-то Золотистого Цвета Сейчас Нужно Хорошо Прогреть Все ингредиенты Потому что Следующее Что мы будем Добавлять Это мука Муки Много Не нужно Буквально Столовую ложку С горочкой Добавим И сейчас Нужно Муку Спассеровать Вместе С остальными Продуктами Чтобы она Впитала В себя Соки И масло Уже Ароматное Возьму Лопатку Пожестче Потому что Вот эта Мука Которая Пристывает Ко дну Она Очень Вкусна Жареная Мука Пахнет Орехом Это тоже Очень вкусно Итак Я вижу Что Белой Муки У меня Не осталось Все Пропиталось И впиталось И теперь Я добавляю Молоко Чтобы слегка Разбавить Но Не до консистенции Соуса Друзья У меня Должна Получиться Такая Густая Масса Чтобы Она В пироге Держалась Нужно Посолить Выключаем И вот Друзья Вот Такой Консистенции Должна Получиться Начинка Для Пирога Вот Такая Густая Густая Масса Потому что Пирог Когда его Разрезаешь Это не Это не Хорошо Когда из него Выпадает Начинка Она Должна Держаться Прошло Тем временем Полчаса Тесто Слегка Охладилось Немножечко Подраскатаем Как правило Песочное Тесто Благодаря Обилию Масла Не Прилипает Ни к чему Но И вот Что мне Нравится Что Оно И не Ломается Бывает Ломается Если Мука Которую Вы Используете С низкой Клейковиной У меня С этим Делом Все В порядке Раскатываем По форме Чтобы Побольше Было Теперь Что мы Делаем Мы берем Вот так Наматываем На скалку И Разматываем На форму Таким Образом Попадаем В нужный Калибр И сейчас Смело Распределяем Тесто По форме Делаем Так Чтобы Все Было Толщина Была Равномерной Лишнее Срезаем Ножом Это Нам Не Потребуется Но Кстати Говоря Если у вас Будет Много Вот таких Остатков То Вы Можете Раскатать Такими Колбасками Тонкими Длинными И сплести Косичку И потом Смочить Краешек Пирога Желтком И Попросту Приклеить По окружности Это будет Прекрасный Декор Но у меня Лишних Остатков Слишком Мало Чтобы Заниматься Декорированием Поэтому Я не буду Это делать И еще Что нужно Сделать Это Обязательно Корж Наколоть Вилочкой Из боков В том числе Чтобы При запекании Он Не Деформировался Ну в общем Все Я доволен Ставим в духовку Температура В ней 200 градусов Причем С конвекцией Обычно Что делают Обычно Кладут Пергамент Высыпают Сухую фасоль И с ней Запекают Чтобы ничего Не подгорало Но знаете Я думаю Что достаточно Лишь увеличить Температуру И быстро Обдать корж Горячим воздухом Чтобы он Схватился И наверное Этого будет достаточно Но Давайте посмотрим Убираем Забываем Минут На 15 И теперь Переходим К супу А идея к супу Друзья Как говорится Лежит На поверхности С помощью Компании Планеты Витаминов И вы знаете Это очень удобно Потому что Все смеси Практически готовы Кроме того В овощах И фруктах Компании Планеты Витаминов Сохраняются Все полезные Вещества И витамины Благодаря Шоковой заморозке При которой Вода Не образует Крупных Кристаллов И Каждая ягода Или овощ Остаются плотными И свежими Как будто только С ветки Главное Друзья Правильно Размораживайте Делать это нужно Сначала В холодильнике Потом При комнатной Температуре Они должны Полежать До полной Разморозки Чтобы они Согрелись Ну а продукцию Компании Планеты Витаминов Можно купить Во всех Торговых Сетях Хакасии Друзья Вот смотрите Белые грибы Как вы помните Я сварил бульон Очень крепкий Очень насыщенный Красивый По цвету Но Вынул оттуда мясо Потому что Я буду использовать Его для пирога Это конечно Может быть Выглядит Как-то непонятно Да Как-то кощунственно С моей стороны Что как бы Суп без мяса Получается Но друзья Простите меня Но Белые грибы Это Я бы сказал Лесное мясо И вполне Вполне себе Будут они Отлично Выполнять Эту функцию Это Такой же Источник Белка Более того Ничто Наверное Не может сравниться С ароматом Белых грибов Я Чуть-чуть Их Сделал Помельче И Сейчас Я беру Кастрюлю Нагреваю Ее Немножечко Немножечко Масла И выкладываю Масло я разогревать Не буду Сразу Грибы И Немножко Их нужно Друзья Обжарить Потому что С помощью Обжарки Вкус и запах Белых грибов Становится еще Интенсивнее Еще Прекраснее Немножечко Немножечко Нужно их Подсушить Также Добавим Немножко Черного перчика Это очень Прекрасное Сочетание Беру Овощную смесь Она тоже с грибами Здесь опята Но Самое главное Что здесь есть И картошка И морковка И лучок Также Выкладываю И это уже Друзья Я обжаривать Не буду А просто Доливаю Чудесный Наш бульон Смотрите Какого он цвета Великолепного Таким образом Я регулирую Густоту супа Добавляю 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 Сколько Мне нужно А сам бульон Друзья Если останется Его Можно Перелить В пластиковую Посуду И Заморозить Ничего с ним Не случится Ребят Он будет Такой же Ароматный И послужит Вам еще Добрую службу Ну вот я думаю Столько будет Достаточно И очень Насыщенный И ароматный Супчик Теперь Нужно Просто Проварить Я думаю Полчаса Будет Достаточно Ну и У нас Появляется Небольшая пауза Обязательно Нужно Досмотреть Программу До конца Потому что Мы еще С вами Пирог не сделали Оставайтесь с нами А ты знаешь Откуда мука? Вот смотри Это колос Это поле Это едет Комбайнер Собирает он Пшеницу Чтоб на мельницу Везти Там пшеницу Перемелят И получится Мука А дальше А дальше Ты уже сама Мука Золотая меленка Хозяйке в помощь Семье на радость И это ты все сама? С тобой И золотой меленкой Спонсор программы Компания Планета витаминов Свежие ягоды Фрукты Овощи И грибы Из разных уголков Планеты К вашему столу Здоровое питание В любое время года Планета витаминов Давайте питаться Правильно И вкусно Спрашивайте в магазинах Командор, Красный Яр, Поляна И ВСК Итак, друзья Мы, как говорится На финишной прямой Я сегодня очень доволен Все здорово получается И буквально Из ничего Казалось бы, да Какое-то дешевое мясо Бульон Замороженные овощи Мука И вот у нас уже Суп грибной Из белых грибов Из белых грибов Уже доваривается Посмотрите Какой замечательный Песочный корж У нас получился Это для нашего Открытого пирога И сейчас Давайте закончим Его приготовление Как вы помните Мы сделали Вот такую Интересную начинку Из Вареной Говяжьей Грудинки Лука Зелени И добавили Мы загустили Все это дело Мукой И разбавили Молоком То есть Сделали такой Как бы соус Это у нас будет Нижняя начинка Распределяем По коржу Чтобы не было Пустот Конечно же В такой пирог Можно добавить И грибочков Тех же белых Я кстати Достал Уже корж Из формы Потому что Потом горячий пирог Из формы Трудно доставать Я уже буду Так выпекать У нас тут Все практически Готово И я выкладываю Спаржу Сверху Выбираем Покороче Некоторые Или вот так Загибаем И делаем Это крест-накрест Мне кажется Так будет Интереснее Хрустящая Спаржа Это будет Мне кажется Крайне Любопытно Крайне Интересно И согласитесь Что Гости придут А вы тут Такой пирог Забабахали Необычный Придавим Ну и Последний Как говорится Штрих Здесь можно Сверху Посыпать Тертым сыром Но вы знаете Я очень Последнее время Радуюсь За наших местных Производителей Что Нас Стали Производить Прекрасные Сыры В частности Вот Великолепная Моцарелла В устье Бакане Делают Просто Не нарадуюсь Друзья И вот Я люблю Просто Моцареллу Вот так Порвать Сверху Она чудно Ведет себя В пицце Она тянется Прямо Вот как положено Так и есть Вот так вот Сверху Мы немножечко Распределим Сыр Одного шарика Будет достаточно Кстати Он недорогой Это вам не то Что там Итальянская Да Какая-то Это наше местное Из местных Буйволов Молоко Ну и в завершении Легкие Штрихи Приправим Смесью перцев И Немножко Сушеного Базилика Ну поскольку Я считаю Что моцарелла Базилик И вот Орегано Кстати тоже Это вещи Абсолютно Совместимы Убираем В духовку Теперь Температура Уже Не такая Высокая Где-то 180 градусов 10 минут И пирог Будет готов Потому что Все у нас там В принципе Приготовлено Ставим Ну вот Друзья Конечно Не сказать Что у нас Сегодня каша Из топора Но буквально Из ничего Мы приготовили Такие Чудесные Блюда Согласитесь Такой пирог Смотрится Довольно-таки Празднично Ну Не сказать Что это Прямо Главное Блюдо Но Посидеть Вечерком На чашке Чая И с таким Пирогом Будет Очень здорово Ну а Согреться Такие морозные Вечера Горячим Супчиком Из белых грибов Я думаю Тоже будет Не менее Приятно Вот он Аромат Лето Друзья Натурально Наливаем Густой Наваристый Супчик И конечно Же Разумеется Щедро Зеленушки Ну и Вот друзья Как говорится Как-то так Я думаю Что Обед Или ужин Выходного дня У меня сегодня Получился И я надеюсь Что у вас Получится тоже Потому что Согласитесь Продукты Из которых Мы готовили Даже не то Что доступны Они просто Обычнее Не бывают Ну за исключением Может быть Спаржи Которую мы Редко используем В своем питании Но она тоже Очень доступна И продается Хоть и в замороженном виде Но это тоже хорошо Ну и повторюсь Еще друзья Что Ну мои такие Правила Что все-таки Как бы не было Тяжело Как бы Трудно Все было Не жилось Питаться нужно Кушать нужно Всегда Вкусно И красиво Друзья Если вы Чего-то не запомнили Сейчас То Сегодня вечером На канале Россия 24 Наша передача Обязательно повторится Но Есть другие варианты Очень весьма удобные Это социальные сети Это Вконтакте Это Фейсбук Это конечно же Одноклассники Во всех этих сетях Есть наша официальная группа Она так и называется Муж на кухне Там вы найдете Все рецепты Из наших прошлых передач Собственно Сами передачи Целиком там выложены Там я веду свой Такой небольшой Кулинарный блок И там конечно же Мы с вами Общаемся Заходите В нашу страничку Добавляйтесь в группу Как говорится Добро Пожаловать Ну а На сегодня Я с вами прощаюсь До следующей недели Пока А ты знаешь Откуда мука Вот смотри Это колос Это поле Это едет комбайнер Собирает он пшеницу Чтоб на мельницу везти Там пшеницу перемелят И получится мука А дальше А дальше Ты уже сама Мука Золотая меленка Хозяйке в помощь Семье на радость И это ты все сама С тобой И Золотой меленкой Спонсор программы Компания Планета витаминов Свежие ягоды, фрукты, овощи и грибы Из разных уголков планеты К вашему столу Здоровое питание В любое время года Планета витаминов Давайте питаться Правильно и вкусно Спрашивайте в магазинах Командор, Красный Яр, Поляна и ВСК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова